Готов к труду и обороне. 28 ноября в Орленке стартовала сдача норм ГТО. Уже в первый день соревнований за золотой значок боролись более 160 сотрудников центра. Они состязались в шести обязательных и дополнительных дисциплинах. О том, что такое ГТО и как его сдают в наше время, расскажет Анастасия Быч. Те, кто учился в советской школе, знают, что означают три заветные буквы ГТО. Готов к труду и обороне – это программа физической и культурной подготовки, которая воспитывала настоящих патриотов. Все началось в 1931 году. В то время к испытаниям допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не младше 17. Участвовали только физкультурники и организованные коллективы. На состязаниях лазали по канату, ездили на велосипеде, плавали и даже управляли трактором. Физкультурная программа прекратилась в 1991 году после развала СССР. В 2014 году приказом президента России Владимира Путина физкультурный комплекс в стране возродился. Уже несколько лет подряд силы пробуют и сотрудники Всероссийского детского центра «Орленок», выполняя четыре обязательные дисциплины – бег, наклон, отжимания, подтягивания и дополнительную прыжок длину с места. Комплекс норм разделен на три категории сложности, благодаря которым можно получить золотой, серебряный или бронзовый значок. И одно из испытаний – это наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Для того, чтобы мне получить золотую медаль ГТО, мне нужно наклониться минимум на 16 сантиметров от уровня скамьи. Ну что, попробуем? Если с этим испытанием проблем не возникает, то с другими сложнее. Согласно возрастным категориям, чтобы получить значок, спортсмены должны выполнить упражнения определенное количество раз во всех испытаниях. В возрастной категории 30-39 лет Оскар Амаров сдает подтягивания и наклон на серебряный значок. До Орленка он работал в цирке и учился в Институте физкультуры. Поэтому сдать нормативы ему не составляет труда. Для неподготовленного человека кажется, что в принципе все сложно. Но когда ты тренируешься, в итоге получается все очень хорошо, классно и с позитивом. Одно из самых сложных испытаний – прыжок в длину с места. Среди всех возрастных женских категорий – 198 сантиметров и лучший результат. Его установила сотрудник центра Анастасия Рошкина. Мы готовились к этому спортивному празднику. После того, как узнали, что в Орленке будет проходить испытание ГТО. Но самый сложный – это было отжимание. Но все равно я с ним тоже справилась. В том числе и с прыжками, и с отжиманиями. Чтобы получить золото, нужно сдать все нормативы по высшему разряду. Если не удалось в этот раз, то можно попробовать снова, но уже через две недели. 190. Вот с прыжками с места мне повезло уже гораздо меньше. Ведь мой результат всего на серебряную медаль. Но есть стимул тренироваться к следующему году. Анастасия Быч, Алексей Кузьмин, Аркадий Коваленко. Телеканал Орленок ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова